Приветствую вас, Анастасия. Я думаю, что одним из ключевых особенностей в вашей ситуации является то, что вы находитесь в созависимых отношениях, в отношениях, где нарушаются личные границы, где не уважается ваше честь и достоинство, где не ценится ваше желание, где не прислушиваются, по сути, к вам и как бы занижают всячески вашу ценность. Честно говоря, можно, на мой взгляд, с уверенностью сказать, что дело здесь в вашем отношении к себе. Ведь вы выбрали такого человека, который вот так вот относится к вам и к различным нюансам, которые возникают в процессе отношений вполне естественным образом. Вы разрываетесь, как мне кажется, между тем, что, с одной стороны, не хотите человека терять, но, с другой стороны, как бы терпеть его такое отношение тоже достаточно трудно. Вот вы спрашиваете совета, и мне кажется, что в какой-то степени вы перекладываете ответственность на, ну, в данном случае, на нас, потому что не нам решать, как поступать вам в жизни, но вот разобраться в себе, разобраться в себе, разобраться в том, что вы чувствуете к мужчине, научиться устраивать личные границы, может быть, может быть, посмотреть на первопричины того, что вы боитесь человека потерять. Это, в принципе, всё сделать вполне себе реально. Вот. Это сделать вполне себе реально, но вопрос заключается в том, готов ли вы к этому. Так же я бы сказал, что вероятнее всего у вас присутствует чувство вины, вот, потому что, в частности, вот, именно чувство вины и манипулируют, зачастую, люди, ну, я имею в виду, вот, те, кто вот таким образом себя ведёт, да. И, соответственно, нужно понимать и замечать, когда, ну, вот, когда чувство вины у вас появляется, да, когда оно у вас, ну, грубо говоря, активируется, да, вот. То есть, эти все вещи, их важно видеть, их важно видеть, их важно слышать. Если вы этого не делаете, то, как бы, ну, вот, довольно-таки, серьёзные трудности могут у вас возникнуть. Вами манипулируют сознательно или нет, но это важно, вы находитесь в позиции жертвы. То есть, это такой вот треугольник Гартмана, где вы находитесь в позиции жертвы, у вас есть, точнее, даже вы находитесь по перемену в позиции жертвы, И, соответственно, вы должны мужчину, ну, спасать, вот, он, в принципе, сам, вот, как-то требует, значит, Ну, с того, чтобы его, ну, спасали, да, вот. Вот, он этого требует, вы, соответственно, по моим ощущениям, то, вот, с этим, с этим соглашаетесь с тем, что, ну, должны его, вот, спасать, вот. И, в итоге, в общем-то, всё довольно, наверное, печально получается, вот. Ну, просто, прям, потому что, вот, во время вы оказываетесь должны не мужчины, но я же чувствую, что, чувствую, что вы, как-то вот, ну, подаетесь, и, вот, ну, подаетесь, на его претензии. Просто-напросто, он действует дальше, вот, всё сильнее и сильнее, давя на ваши, всё больше и больше, вот. Потому что, в какой-то степени вы можете сами транслировать ему вот эту мысль о том, что вы виноваты. Такая вот история. Важно увидеть тот момент, когда вы берёте ответственность за него, на себя, вот, и когда вы начинаете, ну, рушить свои границы, и начать их устраивать более, я бы сказал, активным образом. Ну, вот. Ну, то есть, понятно, что сейчас ситуация осложняется, в какой-то степени, тем, что вы боитесь человек потерять, вот. А, ну, вполне может быть так, что, что вы его уже потеряли, вот. Вот. То есть, ну, просто, вот, какое-то время, когда он начал так и, так вот, себя вести с вами. Вот. Вот. Вполне возможно, что вы его уже потеряли. Вот. 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 Так что, здесь я бы, в первую очередь, обращал бы внимание именно на вас. Вот. И, сразу бы, ну, больше, вот, культивировать, если можно, так выразиться, позитивное отношение к себе. Вот. Вот. Сейчас у вас, на мой взгляд, вот этого позитивного отношения к себе очень мало. Ну, то есть, ну, такое ощущение, да, как будто, вот, вы, ну, чуть ли не целиком зависите от мужчины. Вот. 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 А он, он, к сожалению, знает, чувствует и пользуется, почему нет, если вы позволяет что-то делать. Вот. Вот. Ну, в какой стати этого не делать ему просто. Тут, тут, вот, тоже такой момент, достаточно важный, присутствует. Вот. Вот. Поэтому не советовать, а, на мой взгляд, вам что-то нужно, да, совет не помогут, а заниматься полноценной терапией. Ну, и терапия, скорее всего, для созависимых, потому что вы производите впечатление человека на человека зависимого. Вот. Зависимого от, именно, мужчины. То есть, это, вот, очень напоминает любовную зависимость. Вот. То есть, ну, понятно, что, как бы, у меня нет 100% в гарантии этому. Да. Вот. Не могу 100% вот, на 100% вот, утверждать. Но. Выглядит, пока что, вот, так. Так ему, к сожалению, это, очень печально. Если это так, то самостоятельно вам из зависимости выйти, ну, будет достаточно сложно. Вот, я бы сказал, что это мало реально, что вы видите зависимости сами. Вот. Поэтому, мой ответ, он вот такой, да, что сделать анализ отношений ваших, вот, и посмотреть, как бы, что вы чувствуете к человеку, что, может быть, вы хотите от человека. Да. Ну, ну, сами, опять же, что вы хотите от человека. Вот. А, что вам интересно по жизни вообще, да, то есть, как вы, ну, вот, допустим, по жизни к себе относитесь, например. Ну, вот. Потому что, ну, мне кажется, что вы себя обоцениваете. То есть, это, ну, довольно довольно, знаете, бросается в глаза. Довольно сильно это бросается в глаза. Вот. Вот. Имеет ли место быть у вас чувство вины? Если есть, то с ним нужно поработать. То есть, если есть, вот, страхи определенные, да, то поработать нужно и с ними тоже, а со страхами вашими. Вот. Вот. То есть, тут, ну, ну, нужно, нужно смотреть исключительно, вот, на ситуацию, вот, и уже там, типа, двигаться дальше, вот, и решать проблему. Вот, ну, как правило, как правило, достаточно, ну, вот, вам поменять, значит, поменять модель своего поведения, да, вот, как правило, и, в принципе, статус может измениться, вот, ну, это не совсем точно. Вот. Вот. То есть, ну, ситуации разные бывают, и по-разному все складывается, вот, поэтому, тут нужно, нужно смотреть, нужно смотреть. Вот. Ну, вот, как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я думаю, что, о-о-о, пока, пока что все, вот, э-э, пока что на данный момент, на данный момент, пока что все, я думаю, что, о-о-о, достаточно, э-э, ну, вот, если мы говорим, именно про, э-э, конкретную ситуацию, да, если мы говорим, мы говорим, ну вот конкретно про то, что вас волнует и беспокоит сейчас, вам желательно, вам желательно обратиться непосредственно к психотерапевту, которого вы могли бы выбрать например из списка, и соответственно с ним уже я начать работу, да, я надеюсь на обратную связь, по моему ответу, да, позволит вам начать работать над собой, желаю вам всего самого доброго, удачи и решения ваших трудностей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...